Сегодня первый день очного обучения, к которому вернулись все школы края. Точной статистики по заболеваемости учителей и готовности школ у Министерства образования пока нет. А сами учителя считают, три недели каникул перебор. Нехватка общения со сверстниками выливается в плохое поведение, а перерыв в провал по знаниям. Из-за этого пришлось корректировать программы обучения. Все забывается и приходится опять нам возвращаться к повторению многократному. А у нас впереди новый материал. Корректируя программы, мы сжимаем темы. Нам нужно выдавать эти темы за меньшее количество уроков. И в этом, конечно же, большая сложность. Самим же детям, наоборот, затянувшиеся каникулы понравились. Это самое лучшее, что у меня было в жизни. А это ирония? Нет, серьезно. Мне не нравится. А по каким причинам? Ну, то, что в школу ходить не надо. Хорошо тем, что можно отдохнуть, так сказать. По словам директора, в первой четверти пропускали уроки в среднем около 11% учеников. На вторую четверть вышли почти все, так что будут работать полностью очно. Но сейчас Краевое министерство образования позволяет школам самим выбирать формат обучения. Ну, в принципе, они правильно поступили, потому что разные школы в городе нашем и в крае имеют разную ситуацию. Где-то учителя, так сказать, очень возрастные, где-то, значит, менее возрастные, где-то болеют больше, где-то меньше. Поэтому, конечно, каждая школа должна выбирать этот формат сама. Но работают и правила общие для всех. Люди старше 65 не должны выходить на работу. В гимназии учитель в таком возрасте только один. Ковидом она заболела на каникулах. Сейчас выздоровела, но остается дома с больничным листом. Поэтому ее вынуждены подменять. Но педагог может и продолжить вести уроки. Он может на сегодняшний день вести урок дистанционно. То есть, ну, ведет для всего класса. Кто-то из тьюторов, из школы присутствует на уроке для того, чтобы дети внимательно слушали материал, предлагаемый материал. Учитель ведет урок. Домашнее задание выдается через сетевой край образования. Учитель его проверяет, точно так же возвращает уже через сетевой край образования в виде отметок. Такой опыт поможет. Ведь министр образования края предположил. Если в начале третьей четверти мы увидим волну заболеваемости гриппом, школы вновь уйдут на удаленное обучение. Министерстве говорят, сегодня уровень дистанционного образования в крае таков, что его можно запустить в любой момент, в любом объеме. С этим, правда, согласны не все учителя. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком.